Здравствуйте! Вы смотрите программу «Работа». И сегодня у нас в гостях руководитель Центра поддержки предпринимательства Ульяновской области Руслан Шевкатович Генединов. Руслан Шевкатович, здравствуйте! Здрасте! Ну, такое, наверное, для предпринимательства в целом, для бизнеса, немножко сложное время сейчас у нас получилось. Ну, никогда время просто не бывает, да. Ну, в данном случае, ну, понятно, есть потребительские особенности, и действительно, там, последнее время вообще, в принципе, потребительский спрос на, скажем так, товары, ну, не первые необходимости или не нужные, там, да, на них серьезно сильно упал. То есть это касается и предметов интерьера, там, значит, и одежды, там, в том числе, ну, не сезонно, если смотреть, то есть какого-то сегмента, там. То есть в ситуации, естественно, безусловно, когда страна находится в конфликтном состоянии, да, значит, и отстаивает свои интересы на Украине, конечно же, потребитель от ряда ненужных вещей отказывается, и поэтому, конечно, у бизнеса сегодня ситуация не очень хорошая, но наши прогнозы, что это ситуация временная, которая не продлится долго. То есть, ну, в принципе, надо предпринимателям сейчас немножко просто ужаться, как-то перетерпеть в очередной раз тут, потому что со всеми, то терпели с пандемией, теперь опять. Безусловно, но с другой стороны, сейчас даже очень многие вышли на меня и последние дни с предложением, как это было, кстати, и в пандемию, о том, что давайте мы готовы. В стране возникла потребность достаточно большая в экипировке, обмундировании различном, и дефицит в торговле, значит, возник, безусловно. И многие наши компании, допустим, у многих мебельщиков, которые занимаются мягкой мебелью, есть свои швейные производства. Они, кстати, в пандемию, когда, помните, нужно было оперативно начать производство средств индивидуальной защиты, подключились тогда. Так и сейчас тоже компании готовы переориентировать производство. Мы очень быстро посмотрели, сняли лекала и различных позиций, которых сейчас там будет, допустим, не хватать, или они имеют повышенный спрос, мы будем закрывать нашим бизнесом тоже. Ну, то есть, это опять-таки инициатива самого бизнеса. То есть, не пришлось там кого-то уговаривать, ребята, давайте попробуем вот в этом направлении двигаться. Люди сами сориентировались, сами предложили, сами начали реализовывать. Я еще раз повторюсь, на меня стали выходить, давайте вот это, причем, значит, не только по каким-то таким, ну, простым позициям текстильным, да, ну, допустим, термобелье, значит, нижнее белье. То есть, все, что достаточно неплохо всегда у нас делали, но, условно, впервые никогда не поставляли для нужд армии, да, сегодня быстро переквалифицировались. Потом очень многие компании, еще раз, мы достали тактические рюкзаки, армейские баулы, и они, расшив их, посмотрели, и там в течение двух-трех дней уже как бы собрали и исправили испытания, значит, собственной продукции, которую сейчас тоже запускаем. Вы знаете о том, что губернатор дал поручение и выделены средства на дополнительную экипировку, надо разделять эти вещи, потому что солдат не идет в армию, значит, без ничего и себя собирает. Нет, на самом деле полностью министерство обороны обеспечивает необходимую экипировку, но есть в быту, в армейском, как в походном быту, различные удобные вещи, которые могли бы пригодиться, такие, как, например, коврик туристический, да, на котором можно сидеть, на котором можно лежать, и, соответственно, холод там в походе, а холод от земли не будет тебя тревожить. То есть спальный мешок, да, тоже история, которая тоже согреет, скажем так, термобелье, термобелье, которое используют и охотники, и рыбаки, и зимой часто используется, и что в стандартный, скажем так, комплект, значит, может и не входить. Поэтому вот такие позиции, необходимые, теплые, значит, перчатки, очки для стрельбы, да, так называемые тактические очки, которые тоже не входят там в стандартную комплектовку, губернаторам было дано поручение для того, чтобы это все было отдельно сформировано, дозакуплено. И как только наши ребята отправляются, обычно все обмундирование представляется, соответственно, в этот день, значит, вместе с ними отправятся и вот подобные комплекты. Там еще, кроме этого, такие позиции, как сапоги, например, да, резиновые, которые, допустим, необходимы в бытовых каких-то моментах при формировании, как бы, лагеря, да, для хозяйственных работ, чтобы берцы, те, которые кожаные, хорошие, теплые, армейские берцы, ну, условно, не мочить в воде, да, то есть, вот такой комплект, который поможет. И, кстати, хотел бы тоже похвастаться и порадоваться, порядка 80% из этого списка все производят наши предприятия. Ульяновская область. Которые, ну, половина из них вообще никогда это не производили. Понятно, что, значит, все, что касается белья, нательного, термобелья, это мы достаточно хорошо производим, наши великолепные фабрики в Мумоловке, в Ульяновске. Ряд позиций, вот, которые никто никогда не производил, допустим, армейские рюкзаки, баулы, значит, ряд моментов, связанных с, допустим, с спальнями. Мешками, да, вот, они все полностью производятся у нас. А вот эти вещи, их как-то надо сертифицировать, эту продукцию? Или сейчас как ускоренными темпами? Или сертификация не нужна? Нет, вы знаете, там, значит, есть обязательная сертификация, допустим, да, на какие-то позиции, ну, медикаменты там, ну, или там военные какие-то там, значит, вещи. Ну, есть, допустим, одежда, она... Ну, то есть здесь... Да, да, здесь, здесь, здесь проблем нет. И потом, опять-таки, предприятия многие уже производят ее, давно производили. Вот. Поддержка предпринимателям, соответственно, вот, которые сейчас так переводят свою продукцию немножко в другое русло, оказывается? Уже там региональное, федеральное? Ну, вы знаете, здесь, еще раз, переоборудовать полностью производство не нужно, потому что, еще раз, если ты занимался там пошивом чехлов, да, значит, то же самое оборудование. То есть, естественно, для переориентирования не хватит двух-трех дней, если это совсем ты там, условно, делал, значит, шил носки, а сейчас нужно тебе пластиковые, значит, коврики производить. Это совершенно разнородные направления, здесь просто так переориентироваться не получится. Поэтому, безусловно, это такие однородные типы производств, которые, исходя только из конструктора, там, допустим, исходя из технолога, то есть, вот, такие вещи требуют адаптации. Ну, и, соответственно, тренировка с персоналом линейным, который, значит, допустим, делал ткань, чехлы для диванов, а сейчас нужно сделать чехлы для спального мешка. То есть, это нужно немножко потренироваться. Ну, в общем-то, где-то похожее производство. Да, да, то есть, здесь переориентировать и делать инвестиции большие не нужно, ну, и потом сегодня те меры поддержки, которые для бизнеса есть, они уже, мы о них говорили, мы их объявляли с началом, в том числе, и специальной операции весной, и уже этой осенью ряд новых мер поддержки. Те, кто продолжает инвестировать, сегодня есть хорошие ресурсы, это программа федеральная, реализуемая Центральным банком России, корпорацией малого и среднего предпринимательства федеральной. И по этой программе любой, кто продолжает инвестировать, может от 50 миллионов до 2 миллиардов получить займ на льготных условиях, 3-4% годовых для реализации собственных проектов. Все те наши меры поддержки, которые существовали, они тоже никуда не отменяются, и наши льготные займы регионального уровня, сегодня и молодые предприниматели отдельно поддерживаются. И в том числе сейчас, на прошлой неделе, губернатор поручил сформировать отдельные меры поддержки. Вот для тех предприятий, которые сегодня перориентируются на нужды обеспечения наших ребят, экипировкой дополнительной, для них будет действовать специальная программа льготных займов под 1% годовых. И специальная программа обеспечения поручительств с повышенным объемом как раз за предприятие, если они берут кредитование для того, чтобы развивать, допустим, это направление. То есть это новые меры поддержки, которые по поручению губернатора будут введены в Ульянской области. Ну это правильно, наверное, и в общем-то хорошо. А вопрос еще тоже. Предприниматели тоже получают повестки, тоже подвергаются мобилизации. То есть вот здесь наверняка возникает много вопросов, как быть с бизнесом, на кого оставлять, вообще как этот механизм сейчас работает. Да, безусловно. Впервые, скажем так, наше законодательство столкнулось с подобной коллизией. Действительно, раньше не было такого субъекта права, как индивидуальный предприниматель. Сейчас он появился. И, соответственно, здесь требуется уточнение законодательства. Подобные инициативы были подписаны губернатором, направленные нашим коллегам в федеральный центр. Это в Минэкономразвитие, это в федеральную рабочую группу по малому-среднему предпринимательству. Законодателям в Государственную Думу и Совет Федерации с просьбой поддержать эти инициативы. В этих инициативах значатся, например, две такие позиции, что для индивидуальных предпринимателей, у которых есть наемные сотрудники, должна быть отсрочка от призыва, от мобилизации на срок не менее трех месяцев для того, чтобы завершить, скажем так, необходимые процессы. Например, по закону, если у тебя работают люди, ты должен за две недели только их предупредить. Нужно рассчитать всех, выплатить, соответственно, все необходимые платежи неотгуленного отпуска и прочее. Ну и, конечно же, каким-то образом их не только сотрудников, но и свои все дела. Нужно определить контрактные отношения, в том числе ты можешь и государственные контракты, заказы выполнять. И с этим было связано также ряд предложений о том, что для такого рода субъектов право не применять каких-то штрафных санкций, не включать их в черные списки, допустим, недобросовестных поставщиков. И ряд других моментов по ряду направлений, даже специальное распространение форс-мажора, статуса форс-мажора для того, чтобы они могли, опять-таки, не отвечать по своим обязательствам, и это не накладывало на них каких-то отрицательных последствий. Либо второе предложение здесь, наверное, тоже логично, ведь это экономика, это же наша экономическая безопасность, мы же с этими же ребятами сегодня обеспечением занимаемся. И в таком случае, если, что называется, кто же завтра там встанет и будет нам отшивать армейские баулы и спальные мешки, резко вдруг пропавшие в продаже, то, наверное, логично было бы такую категорию, как нашу экономическую безопасность, чтобы мы, скажем так, безусловно, как только выходим из определенного сложного периода, санкционного и связанного с международной повесткой, чтобы мы пришли и не нужно было время, еще пять лет на восстановление экономики. Поэтому мнение и бизнес-сообщества, и экспертов о том, что подобную категорию, в принципе, можно, если у тебя есть сотрудники, если ты, значит, обладаешь, скажем так, определенным экономическим потенциалом, являешься для нас такой, для государства, ну, вообще для системы, для экономики важной единицей, значит, то, конечно, подобные предприниматели также имели бы возможность в этом отношении продолжать свою экономическую деятельность. То есть сейчас, получается, три месяца, да, от строчки, вы сказали? Нет, это предложение, это предложение. То есть сейчас этого нет, и многие предприниматели действительно уже попали под призыв. Ну, здесь еще нужно выделить категорию, допустим, предпринимателей самозанятой, одиночки, да, то есть здесь как бы таких проблем не возникает с точки зрения экономики, да, а вот поэтому здесь специальная категория скорее нужна. Но и даже если ты индивидуальный предприниматель одиночка, все равно тебе нужно время на то, чтобы, ну, процедуру ликвидации запустить, все равно какой-то шлейф, у тебя есть какие-то заказы, даже если ты очень маленький, да, конечно же, это должна быть, ну, условно там, безусловно-безусловная отсрочка на период, там, от двух недель до трех месяцев для того, чтобы просто завершить дела, потому что попадая в армию, ты становишься военнослужащим, статус военнослужащего сегодня, он не может быть одновременно и предпринимателем. Хотя есть процедура, несколько лет назад принятая по инициативе, и, кстати, неоднократно одна у нас озвучивалась в нашем бизнес-сообществе на неделях предпринимательской инициативы, которая позволяет приостановить предпринимательскую деятельность. Если у тебя нет сотрудников, вот если нет сотрудников, ключевая вещь, есть форма соответствующая, заявление заполняет предприниматель, и тебе на период твоей службы в рядах вооруженных сил приостанавливается, то есть ИП не ликвидируется, приостанавливается, и не начисляются страховые взносы, обязательные взносы, которые платит индивидуальный предприниматель, независимо от того, что работает он или не работает. Вот такой статус есть, он аналогичен, кстати, предпринимательнице, если она уходит, слава богу, в декрет. В декрет. Да, тоже такой статус есть, когда она приостанавливает, и, соответственно, ей взносы не начисляются, потому что раньше была такая, ну, скажем так, определенная социальная несправедливость, я вроде как не работаю, а мне еще начисляется, начисляется, и действительно законодатель государства несколько лет назад эту несправедливость скорректировала, и по аналогии такой можно было бы действовать и здесь, потому что, еще раз повторюсь, нам очень тяжело дается вовлечение в предпринимательскую деятельность, чтобы, скажем так, в определенный какой-то период, краткосрочный, лучше нам их отложить в сторонку, да, сделать так, чтобы у него не было проблем, никаких штрафных санкций, никаких, ну, как вот и с гражданами сегодня же, были не решения государственные, правильные решения приняты, при остановке судебными приставами всех, значит, вопросов взыскания, да, при остановке на определенный период и переноса всего срока платежей по кредитам и займам мобилизованных лиц. Абсолютно верное, правильное решение, оперативно принятое, фактически, там, в два дня, там, после объявления президентом о частичной мобилизации. Поэтому, я думаю, это тоже, вот, в этой же логике и принятие подобных решений тоже. А можно, например, передать свое ИП? То есть, ну, вот, у меня семейное дело, на меня зарегистрировано ИП, приходится идти на мобилизацию, жене передать. Смотрите, вот, передача самого ИП, это как себя, ты не можешь передать, да. Поэтому здесь, вот, если юридическое лицо, здесь еще можно через назначение другого директора. А если ты учредитель, то юридическое лицо продолжает и без тебя может работать. Понятно, что мы говорим о тех случаях, когда учредитель, он же гендиректор, он же, значит, бухгалтер, он же, значит, и все, и на человеке это висит, да. Конечно, тяжело найти сегодня, даже близким тяжело передать. Ну, не то, что там нет веры и надежды, а даже просто не всем это дано управлять, да, управлять процессами, и поэтому есть риски, что, конечно, все развалится. Но если, вот, допустим, вот я был индивидуальным предпринимателем, да, кстати, я переходил, значит, на государственную службу, естественно, мне ушло время два месяца на то, чтобы прекратить в 2009 году и постепенно передать, значит, своей семье в данном случае передать все свои дела. Но себя передать и право подписи фактически по закону не получается. В этом тоже были внесены определенные предложения, губернатором они поддержаны и направлены в том большом пакете предложений, где также рассмотреть возможность внести изменения законодательства в части вот такого срочного передоверия. Но здесь есть коллизии, опять-таки, ведь, понятно, ты передашь управление, но ответственность вплоть до уголовной же предприниматель несет, ответственность ты же не передашь уголовную, да, и поэтому здесь есть определенные вот такие коллизии, сложности правовые, которые, ну, нам нужно просто всем вместе определиться там, да, и понять, что вот здесь вот важнее нам экономику эту. Есть же такое понятие во время войны Великой Отечественной было. Военная экономика, тыловая экономика, обеспечение, вот ее нам, значит, важно. Или в моменте, как бы, значит, нам не хватает настолько, что, значит, и эту категорию тоже обязательно нужно призывать. И так, и так, ведь здесь дело общее же, и мы-то не куда-то там на помощь Пупуа Новогвинеи отправляем, да, и даже не в Братский Афганистан там, а, собственно, свои границы охраняем. А вообще так, по Ульяновской области много предпринимателей, вот, которые или еще не считали? Не могу сказать, не могу сказать, потому что, ну, есть обращения, ну, в частности, вот, уполномоченные наши по защите прав предпринимателей, буквально в субботу мы вместе с уполномоченной, с нотариальной палатой отрабатывали в нашей военной части, в нашем межрегиональном учебном центре, как раз те случаи, когда необходимо были для предпринимателей сделать определенный ряд набор доверенностей. Прямо туда выезжал нотариус, прямо туда, значит, прямо там оформляли, и считают правильной практикой. Поэтому точно не могу сказать количество, значит, предпринимателей, которые попали, потому что все-таки в призывных документах там не написано твой статус, там фамилия, имя, отчество, и показатели, соответственно, другие. Возраст, военно-учетная специальность и, значит, ряд других моментов. Ну, то есть это позже будет уже понятно, когда действительно там ИП будут ликвидироваться, и будет уже понятно. Вообще, насколько это повлияет на экономику региона? Ну, я думаю, это не какое-то критическое количество, конечно же. Ну, давайте так, у нас всего предпринимателей в стране 4-5% от общего населения. Ну, в общем, сильно не ударит. Ну, я думаю, нет. Здесь, может быть, некорректно говорить. Есть точечные проблемы. И, конечно же, их на будущее нужно, я думаю, избежать и принять соответствующее решение. Ну, и плюс, наверное, потом, когда человек вернется, опять-таки, ему надо все быстро восстанавливать. И там тоже нужно уже сейчас, или уже продуман этот алгоритм, как все будет обратно возвращаться? Ну, здесь, опять-таки, если есть кому передоверить, то тебе не надо восстанавливать. Вот так вот. А если нет, то может развалиться, может там восстанавливать нечего будет. Поэтому здесь, безусловно, как-то с точки зрения прогноза нельзя к этому прийти. Опять, у каждого ситуация. Если там у тебя люди работали, и кадры эти ушли, когда ты их назад... Ну, хоть сколько тебе денег там не дай, но это же годами собираются коллективы. Поэтому здесь есть определенные вопросы. Кстати, если брать коллективы, действительно, если там руководитель, грубо говоря, остается, а вот коллектив начинает уходить. Здесь какие действия может предприниматель совершить, чтобы, ну, я не знаю, остаться на плаву? Вы про мобилизацию тоже уже... Ну, здесь также в пакете предложений губернаторам было одобрено ряд решений. Ну, например, и коллекция федеральная тоже, вот и опора России федеральная, деловая Россия. Ряд предложений направляли в адрес Белоусова Андрея Ремча, который сводит и отвечает, значит, в правительстве за экономическое развитие. Так вот, там предложения были такие, те, кто компании являются, скажем так, производителями продукции, значит, необходимой, первого значения, так назовем, то не более 10%. Все остальные компании, не более 30% от вашего личного состава в один раз, чтобы их можно было бы, скажем так, приглашать на призывные пункты. Ну, здесь, безусловно, в ручном режиме очень тяжело отрабатывать, потому что у военных, безусловно, задача своя. И здесь необходимо определенное, конечно, законодательное решение. Есть специализированный закон, как раз который бронирует специалистов, как сфера ВПК, например. И есть поставщики, без которых там военно-промышленный комплекс тоже первого уровня, второго уровня, без которых не может работать. Вот по этой же аналогии, наверное, ее нужно распространить на товары первой необходимости. И все, что касается, в принципе, субъектов экономики, чтобы не более 10%. Потому что, ну, мы говорим опять про частичную мобилизацию, да. Если дело касается, там, не дай бог, то тут уже... Ну, тут уже, да. Да, тут уже... А вот если вопрос связанный с частичной мобилизацией, то, безусловно, здесь логично было бы равномерно распределить по всем, значит, нашим предприятиям, субъектам экономики, для того, чтобы дисбаланса это не вызывал. Ну, то есть равномерно это... Не более, допустим, как я сказал, 30% с одного предприятия. Но здесь, смотрите, с большими предприятиями здесь более-менее понятно. С советских еще времен и до сих пор сохраняется вообще, в принципе, понятие брони, да, значит, где есть свои мобисты, да, специалисты по... Понятно, на малых предприятиях этого нет. И давно уже не кадровики, а 80% предприятия МСП нету кадровиков, им же бухгалтер занимается, да. Я думаю, и у вас тоже кадровика своего нету, на телеканале, наверное, бухгалтер всю эту тему тащит. Поэтому, естественно, они не вели, собственно, учет специалистов по как раз касающейся годин-негодин, там, да, подпадает под параметры. Мобилизация не подпадает. Поэтому, конечно, сегодня об этом все вспомнили. Действительно, скорее всего, этот все-таки учет для себя вести необходимо. И, исходя из этого, уже коммуницировать и обмениваться этими данными с военкоматами. Военкоматы тоже, конечно, в этой ситуации оказались в критической, значит, истории. И, скажем так, формально и документально не готовы были к этому. Поэтому, я думаю, это хороший опыт, правильный опыт, который нужно будет тоже для себя выделять. И вот если у нас этот баланс, как был раньше в плановой экономике, естественно, предприятия все на виду, все понятно, все вертикально интегрированные, значит, и распределили, и не позволили никому, скажем так, обезлюдить. То есть здесь вот в случае, когда большой слой именно субъектов мало предпринимательства, здесь, конечно, нужно подготавливать и выстраивать работу здесь немножко по-другому. Ну, как бы, несмотря на такие серьезные все вопросы, ну, грубо говоря, все-таки остается вот этот вот сегмент, ну, скажем так, гражданского бизнеса. Здесь продолжается работа, у нас люди-то работают, никто вдруг не начал закрываться. Да нет, нет, процесса закрытия такого не, ну, и потом, у любого предпринимателя нет задачи закрыться, там, если что-нибудь шарахнул где-то, ой. Ну, значит, наоборот, работать надо. Вот я же, начинали мы с вами с примера, что наоборот, стали звонки так, значит, и сейчас там наши граждане, гражданская обычная продукция не нужна, давайте, что необходимо. И вот мы сразу начали отрабатывать, значит, различные позиции. Я более того скажу, значит, пришли предложения по производству тактического оборудования, да, уже, значит, ну, условно, технология, там, литья, использование стекловолокна, или кевларового волокна и немножко других смол позволяет уже делать бронепластины, там, да, соответственно, немножко подумать здесь, посмотреть технические условия, да, и вот, и такую продукцию. То есть, на самом деле, малый бизнес, он сегодня, во-первых, ну, достаточно высокотехнологичен, и самое главное, он быстро приспосабливается. Попробуйте, там, переведите, там, за 2-3 дня. А мы за 2-3 дня уже научились, там, 80% необходимое это, и, оказывается, все это можно делать. Никто не задумывался просто. Поэтому, я считаю, что здесь не то, что закрываться, наоборот, открываться надо и работать в 2 раза больше. То есть, как раз, наоборот, возможность попробовать себя сейчас самое время. Конечно. Ну, что ж, спасибо большое за интересную, как всегда, беседу. Будем действительно надеяться, что все будет хорошо, у всех все получится, закрываться никто не будет, как вы говорите, наоборот, только будем прирастать ответственными предпринимателями. Ну, а телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель Центра поддержки предпринимательства Ульяновской области Руслан Шевкатович Генединов. Руслан Шевкатов